Не просто паники в средствах массовой информации по поводу Роскомснабанка, но он потребовал от него не допустить вообще какого-либо обсуждения. В среднем за последние годы примерно на 10%, хотя оговорились, что окончательный прогноз они согласуют с Москвой. Очевидно, что господин Мухаммедьянов не понимает целей и задач Хабирова, первоочередных целей и задач, которые стоят перед ним прямо сейчас. А они будут на них очень быстро реагировать, за трое суток любую яму будут заделывать, и что это чудо-ресурс. И вот то, что Хабиров заговорил о 100-летии этом концерте на оперативке, это меня даже как-то удивило. Сегодня мы вновь делаем обзор оперативного совещания в прошедший понедельник в середине недели по нескольким причинам. Во-первых, потому что темы, которые обсуждались на этом оперативном совещании, действительно оперативные, и стоило бы их обсудить побыстрее. Во-вторых, на субботу у нас запланированы такие спокойные, фундаментальные и очень важные темы, типа обсуждения последствий отзыва лицензии у Роскомснаббанка и связь Роскомснаббанка с первым трестом. А в-третьих, количество подписчиков нашего канала и количество подписчиков канала правительства, в общем-то, сходно, и происходит некая путаница между нашими толкованиями, моими толкованиями прошедшей оперативки и свежего оперативного совещания, который происходит в правительстве Республики Башкортостан, потому, наверное, с целью не введения в заблуждение и жителей, и зрителей, я думаю, стоит разнести эти события немножко в разные стороны. Как может показаться странным, одним из первых вопросов, который обсуждался на оперативном совещании в прошедший понедельник, был вопрос отзыва лицензии у Роскомснаббанка. Хабиров очень встревоженно сообщил об этом собравшимся, потребовал от Мурзагулова не допустить паники. Насколько мне известно, на закрытом совещании, которое прошло практически сразу после известия об отзыве лицензии Роскомснаббанка, Хабиров в несколько более резких выражениях повелел Мурзагулову не допустить не просто паники в средствах массовой информации по поводу Роскомснаббанка, но он потребовал от него не допустить вообще какого-либо обсуждения. Мы эту тему сегодня обсуждать не будем. Я планирую в субботу уделить достаточно много времени вообще Роскомснаббанку отзыву лицензии и последствиям, которые наступят не только для банка и вкладчиков, а для, например, дольщиков первого треста, для инвесторов определенных инвестиционных схем, которые были применены в банке и в тресте. Ну, в общем, это вопрос такой, не текущий. Но отмечаю еще раз, что Хабиров очень встревожен этой ситуацией, и я в субботу расскажу почему. Следующим вопросом обсуждалась паводковая ситуация в республике, что, в принципе, логично и правильно. Действительно, в этом году паводок и вообще весна приходят в республику примерно на 10 дней раньше, и, соответственно, Хабиров начал обсуждать этот вопрос тоже пораньше. В целом, то, что я услышал от представителей метеорологических служб, от представителей МЧС, и то, что обсуждалось с Хабировым, в принципе, это все хорошо, нормально и позитивно. Метеорологи и МЧСники осторожно предрекают нам паводок ниже, чем в среднем за последние годы, примерно на 10%, хотя оговорились, что окончательный прогноз они согласуют с Москвой, и дадут примерно 25 марта. МЧС полностью готова, у них есть техника, оборудование, всевозможные технические средства, плавсредства и так далее, но, опять же, со слов их руководителя. В общем, неожиданности в паводковый период Башкирии ожидать не стоит. Зачем-то подробным образом заслушали главу Белорецкого района, который отчитался там буквально в деталях о том, как они готовят паводок. Я не знаю, с чем это было связано, но, может быть, и в очередь пришла отчитываться, а, может быть, дело в том, что в его районе самая напряженная ситуация. Но, в целом, в общем, эта тема обсуждалась в таком достаточно спокойном режиме. И перешли к следующим вопросам. Следующим вопросом был вопрос реализации Федеральной информационной адресной системы в Республике Башкортостан. Напомню, что предыдущее обсуждение этого вопроса состоялось 28 декабря 2018 года. Собственно, о чем идет речь? Речь идет о том, что больше половины объектов недвижимости, земельных участков, всего, что подлежит кадастровому учету в Республике Башкортостан, да и что там говорить, во всей России, не учтено. Давно и упорно говорят о том, что чем восточнее находится территория от Москвы, тем меньше учтенных земельных участков, и в том числе тех участков, на которых находятся какие-то строения, соответственно, и учтено этих строений и так далее, и так далее. Башкортостан не исключение. А, собственно, чем чревата вот эта неучтенность земель и зданий и сооружений, совершенно понятно. Они не проходят нигде в государственном учете, они не оплачиваются с точки зрения налогов, государство не понимает, где у него что есть, и даже не просто у него есть, а у кого-то что-то есть. Ну и дальше это чревато всевозможными событиями, о которых мы говорили накануне, например, как тот дом, который находится в центре города Уфы, и, в общем-то, никому не относится, никому не принадлежит, никто его не обслуживает, жильцы там страдают, потолки рушатся. Ну, это как вариант последствий. А вообще, конечно, единственная и полная цель, которую преследует государство в попытке описать все имущество, находящееся на его территории, это попытка взять под контроль налоговые платежи. Так вот, об этом, значит, в прошедший понедельник ишла речь. Ответственный за процесс учета имущества недвижимого на территории Башкирии господин Полставалов, естественно, как министр имущественных отношений, он доложил, что 59% объектов уже состоят в федеральной информационной адресной системе, что Башкирия занимает третье место в России по этому показателю, и что рост записей с начала 2019 года составил 16%. Вообще, по этому вопросу, доклады всех относящихся к этому вопросу ответственных чиновников были фантастически успешными и такими оптимистичными, но надо привести все-таки на данный момент цифру, что из 4 миллионов 700 тысяч объектов, которые находятся в Едином государственном реестре недвижимости в Башкирии, в ФИАС включены до сих пор все еще только 2,5 миллиона. То есть, примерно половина, ну, как те 56%, которые сказал Полставалов. То есть, хорошо, конечно, что они на 16% ускорились за последние 2 месяца, не факт, что это на самом деле так, но все еще почти половина объектов не описаны этой системой. Ну, в общем, дальше шли замечательные выкладки там Вахитова, о том, как они там рывком увеличились там в декабре, дескать, мы внесли 73 тысячи объектов, а уже в январе-феврале 441 тысячу. Я всегда скептически отношусь к подобным фантастическим успехам ведомства и всегда задаю вопрос, ну, как же так, если вы теперь так здорово работали, а что же у вас было в декабре-то? Вы за что получали зарплату в декабре? Может, вернете? Ну, ладно. Ну, в общем, попутно Хабиров, выслушав этот, в общем-то, доклад успешный и такой минорный, дал поручение Мурзагулову разъяснить людям, наконец-то, значит, о том, что вообще вся эта история с внесением в ФИАСа это очень важно для государства. Ну, в общем, Мурзагулов, как обычно, покивал, сейчас напишет статью в Башинформе, по всей видимости. А Полстовалову Хабиров поручил разрабатывать некую систему KPI для глав районов, по какой системе это будет разрабатываться, пока непонятно, но, в общем, эти KPI будут давать критерии успешности и неуспешности работы главы района в части внесения в ФИАС вот этих вот объектов. Ну, и, собственно, дальше началось самое интересное, что было на этой оперативке, и то, ради чего вообще мы сегодня говорим об этой оперативке, на самом деле. Дальше начались два доклада Тимура Рафисовича Мухаммедьянова. В последнее время чиновника, находящегося в центре внимания вообще в республике, я имею в виду эту историю, скандальную и безобразную историю с его перелетом на частном самолете за государственный счет. Так вот, на прошедшей оперативке господин Мухаммедьянов делал два доклада. Первый доклад был посвящен программе «Родная улица», которую внезапно родил практически на прошлой оперативке Хабиров, то есть он ее просто на месте придумал. Напомню, что эта программа подразумевает асфальтирование одной улицы, как теперь выяснилось, длиной в один километр, в каждой крупной деревне республики Башкортостан. Ну, совершенно очевидно, что сама по себе эта программа и вообще ее внезапность появления отдает, конечно же, таким отчаянным популизмам. То есть, судя по всему, в головах руководителей республики сейчас бурлят мысли только об одном – как сделать что, придумать что-то, чтобы выдвинуть главу республики на первый план информационного пространства, чтобы сделать его инициатором блага для жителей республики, чтобы каждый житель республики почувствовал его руку на своем плече. Ну, вот с подъездами не задалось, с Сибаем, значит, все нехорошо, нужно что-то придумывать такое важное. Вот придумали этот километр асфальта, который будет в каждой деревне, и, как выразился Хабиров, по которому будут цокать каблучки, идущих в гости друг к другу селян. Первый доклад был об этом. Мухаммедьянов, он получился коротким и совершенно непонятным. Вместо того, чтобы доложить, как идет подготовка к реализации этого проекта, Мухаммедьянов зачем-то нам сообщил о стоимости одного километра асфальтовой дороги, при том, что он сам начал немножко путаться в собственных цифрах. Либо такова стилистика доклада на тему дорожного строительства, чтобы никто ничего не понял. Но, в общем, в среднем, как он сказал, у него стоимость одного километра асфальтовой дороги 15 миллионов рублей. Напомню, что строительство асфальтовых дорог в России в 4 раза дороже, чем строительство асфальтовых дорог в США, в 3 раза дороже, чем в Европе, и в 8 раз дороже, чем в Китае. Я не знаю, из каких технологических критериев исходил господин Мухаммедьянов, но за 15 миллионов рублей в России асфальтовую дорогу на самом деле построить невозможно, имеется в виду километры этой дороги. Но, тем не менее, такую цифру он назвал. Дальше он пошел путаться в цифрах о том, сколько ему нужно денег и на какой срок. Я, честно говоря, не стал перематывать назад и переслушивать вот этот весь бред. Но, судя по всему, он опять просит еще то ли полтора миллиарда, то ли полмиллиарда в год на реализацию этого всего проекта. И тут же он указал, что ему нужно заасфальтировать 320 километров, и на это потребуется 4,7 миллиарда. Осталось непонятно, в какой период он хочет истратить эти деньги. Ну, в общем, я делаю вывод, что доклад о программе «Родная улица» сделан формально, лишь бы только глава отметил про себя, что он вообще существует. И дальше случилось страшное. Как только Мухаммедьянов начал говорить вторую часть своего доклада, или второй доклад, ну, это почти одно и то же, и он назывался «Подготовка ямочного ремонта межрегиональных и муниципальных дорог», Вначале-то вроде все нормально было, там он что-то бубнил себе про холодный асфальт, значит, к 15 февраля горячий асфальт, к 15 апреля, и вообще закончит, что он ремонт ямочный по всей республике к 15 июня. Основной подрядчик у него, конечно же, «Башкир Автодор», предприятие, с которым Мухаммедьянов, судя по всему, и это не голословное заявление, а обоснованное суждение, слился уже в абсолютно неразлучимых объятиях. В общем, все готово, все прекрасно, и вот надо было ему вернуть в конце эту историю про интерактивную карту или не надо, но, тем не менее, это случилось. В самом конце этого достаточно короткого доклада Мухаммедьянов сказал, что еще его ведомство подготовило интерактивную карту, на которую граждане смогут наносить там все проблемные участки дорог, а они будут на них очень быстро реагировать, за трое суток любую яму будут заделывать, и что это чудо-ресурс, эта интерактивная карта будет готова к первому апреля, будет выложена на сайте Госкомтранса, а к первому июня они готовы выпустить даже мобильное приложение к этой программе. Ну, я не успел засмеяться, значит, этому сообщению, в смысле о том, что вот это мобильное приложение является каким-то совершенно фантастическим достижением, как Хабиров в процессе этой оперативки разразился, ну, просто громыми молниями. Дословно процитирую, что он ответил Мухаммедьянову на вот это обещание сделать это приложение. «Я еще в ноябре просил сделать это. Я не принимаю ваш доклад. За это время можно было в Facebook изобрести или iPhone, а вы мне говорите, что мобильное приложение будет к первому июню. Не будет его к первому июню, оно будет к первому апреля. Или я с вами разбираться буду. Эта программа есть в других регионах. Вы можете сказки рассказывать, как раньше рассказывали про интерактивную карту вместе с предыдущим министром ЖКХ. Я вам срок указал, работайте. 19 дней есть, если по-другому, если не получится, по-другому будем говорить». Конец цитаты. В общем, Хабиров, как обычно, среагировал именно на неисполнение того поручения, которое действительно он давал еще чуть ли не в ноябре месяце. Тут я с ним соглашусь в том смысле, что действительно эта карта – это не весь что. На самом деле вот эти решения, программные решения, связанные с наложением на Google-карты или Яндекс.карты – это не особенно сложный продукт. Его очень уже сейчас хорошо освоили делать, если уж не студенты, то действительно не самые квалифицированные программисты. И, конечно же, здесь речь не идет о том, чтобы делать подобные продукты в течение 6-8 месяцев. Очевидно, что господин Мухаммедьянов не понимает целей и задач Хабирова, первоочередных целей и задач, которые стоят перед ним прямо сейчас. Дело в том, что Хабиров всячески стремится быть в контакте с населением, и этому есть совершенно практическое объяснение, зачем это ему нужно. У него в сентябре выборы, и как этого не понял Мухаммедьянов или еще кто-то, присутствующий вот в этом зале оперативных совещаний, я не понимаю. То есть это каким тугоумием, тугоумием или скудоумием надо обладать, чтобы за столько оперативок, со столькими совершенно непрозрачными намеками не понять вот этой истории, что на первом месте стоят программные обеспечения, а на втором месте стоит асфальт и ямочный ремонт. Ну, в общем, конечно, это была роковая ошибка Мухаммедьянова, и роковая ошибка была в том, что он еще и начал пререкаться и спорить, но это еще не все. Чуть-чуть поостыв, буквально на мгновение переведя дух, Хабиров попытался обратиться к Кирееву, что там у вас с дворами, имеется в виду благоустройство дворов. Ну, Киреев там что-то такое промемлил о том, что дворы идут вместе с подъездами и так далее. Однако Мухаммедьянов имел неосторожность сообщить в процессе своего доклада о том, что в Уфе есть вот подобная интерактивная карта, и есть она давно. Вот тут Хабиров уже, конечно, вцепился мертвой хваткой. Он потребовал вывести на экран видеоселектора господина Мустафина, мэра Уфы, и задал ему вопрос по поводу этой интерактивной карты. Судя по всему, Мустафин или не понял, что произошло в предыдущие 5-7 минут, или вообще не смотрел оперативку. Ну, хотя, конечно, наверняка смотрел, потому что там действительно тревожная для них вся история. Но, тем не менее, Ульфат Мансурович начал бойко и нудно докладывать о том, что с прошлого года в Уфе включена интерактивная карта ремонта дорог, граждане имеют возможность обращаться, мы им императивно... Ну, в общем, Хабиров его прервал. Уже прямо, скажем, в такой высокой стадии накала Хабиров сообщил Мустафину, что я проверял, отправлял своих людей, которым доверяю, отдельно подчеркнул Хабиров. Ваша карта не работает. Тут уже, значит, он обратился к Хабирову к Баширову. Ну, это вообще такая палочка-выручалочка на всех этих совещаниях. Баширов становится регулярным громоотводом, то есть ему поручаются все вот эти катастрофические истории на проверку, на доработку и так далее. Об этом мы поговорим отдельно. Вообще фигура Баширова достойна отдельного внимания, отдельной передачи. Так вот, значит, в этот раз Хабиров поручил Баширову проверить Уфу, Стерль-Тамак и еще какие-нибудь города на наличие и работоспособность, самое главное, вот этих интерактивных карт. Опять он обратился к Мустафину. Не работает эта карта. Вы, Ульфат Мансурович, не вникли. Ну, действительно, очень похоже было на то, что Ульфат Мансурович вообще не вник. Он, по-моему, далек от этих вот жидкокристаллических технологий. В общем, и тут Хабиров уже его остановить было нельзя. Он уже, вот цитирую, значит, как обрушился на эту всю кампанию. Я констатирую на данный момент, что это не так. Речь идет о работоспособности карты. Если я не прав, я извинюсь. А если я прав, вы меня вводите в заблуждение. 1 апреля жду закольцованную систему мониторинга дорог. Значит, и так далее, и так далее, и так далее. Что здесь очень важно, и что здесь, на самом деле, ну, казалось бы, в какой-то эмоциональной такой вот истории, почему я обращаю на это такое внимание. Очень важным здесь является то, что, судя по всему, Хабиров совершенно не доверяет подавляющему большинству членов своего правительства. Вот это очень важно. Интерактивная карта — это не важно. Холодный асфальт — это не важно. Нет, так будет. А вот доверия, судя по всему, не будет между вот этими людьми. Потому что вот та манера, в которой взаимодействует Хабиров с, скажем, с тем же самым председателем Госкомтранса, и уже, судя по всему, с мэром Уфы, это манера тайного, негласного контроля. Это система сначала проверить, потом обвинить. Это система не поверить, проверить, сделать выводы. То есть, собственно, в этом контроле, конечно, нет ничего плохого, и у главы, безусловно, должен быть механизм независимого контроля и мониторинга. Это очень важная система, очень важный элемент, который дает достоверность информации. Но, во-первых, эти системы независимого мониторинга, условно говоря, частных экспертных ресурсов, эта система, во-первых, никогда не выносится на публичное обсуждение, во-вторых, ею не грозят. То есть, вот когда сейчас обсуждался этот вопрос, Хабиров говорит, я пошлю людей, своих людей, людей, которым я доверяю, они сядут за компьютером, они проверят вашу систему, а потом доложат мне, и я вас там накажу, условно говоря, вот это уже, на самом деле, структурная ошибка. Если подобная система у Хабирова существует, я подчеркиваю, если, то обычно ее используют негласно. Эту информацию получает шеф, и дальше пользуется ею сам, а вовсе не придает ее огласке. Ну да ладно, но делая вывод из этого конфликта, я, значит, заявляю, что, в принципе, конечно, команда Хабирова, это окончательно стало понятно, что это миф. На самом деле команды нет, и совместить тех, кого он привез с собой, с теми, кто оказался на месте, не удалось. То есть, ну, к примеру, Мухаммедьянов и Киреев никак не могут быть совместимы, судя по всему. Ну, ввиду абсолютно разнородного происхождения, я имею в виду происхождение из тех бизнес- и чиновничьих групп, из которых они произошли, они, если говорить языком аналогии, абсолютно не родственники, они говорят на разных языках, они не понимают друг друга, и, соответственно, работать, конечно, вместе не смогут. Ну, вернемся к оперативке. Завершив с программным обеспечением Минтранса, Хабиров не завершил процесс разбирательства с Мухаммедьяновым. Судя по всему, мера раздражения, которую испытывает Хабиров к Мухаммедьянову в последнее время, так высока, что ему стали на память приходить все, как бы, вот какие-то нюансы шероховатости их работы, обычно о которых забывают или которые переносят на негласное общение, но тут Хабиров начал выдавать все претензии, которые накопились. Вообще, это сильно очень было похоже на скандал. Соответственно, Хабиров припомнил, что Мухаммедьянов обещал ему закупить машины термопрофилирования дорог. Мухаммедьянов слабо, вяло попытался отбиться. Вот к 15 мая завершим закупку. Но Хабиров уже был абсолютно уверен в своей правоте и в праведности своего гнева, вот цитирую его, с яростью, абсолютной такой, светящейся яростью, Хабиров заявил, что он абсолютно уверен, что не будет 15 мая этих машин. И вообще, одна машина, это что? Это Янаул, Бирск. Одну машину покупаете и мне рассказываете? Ну, тут уже гнев Хабирова, который снова воспылал, обратился и к Кирееву тоже. Обращаясь к Кирееву, он ему сказал, что «Михаил Юрьевич, вы на минуточку зампремьер-министра. Это три генеральские звезды. И вы не можете нормальные работы наладить». Имеется в виду и по ремонту дорог во дворах, и по закупке вот этой техники. Значит, 15 марта. Уфа, Нефтекам, Стрельтамаг, Салават. Доклад жду. Значит, не готовы. Кирпичами будете заделывать дороги или дровами? Ну, в общем, дальше пошла уже такая экспромтом полилась, значит, критика в адрес вот этих товарищей. И Хабиров сообщил нам, что они дальше своего носа не могут прогнозировать. Но тут еще один очень важный момент произошел. Тут, видимо, в порыве эмоций Хабиров, не до конца контролируя то, что он говорит, вообще в обиходе это называют уговорки по Фрейду, но Фрейд здесь точно ни при чем, сообщил вот этим вот своим провинившимся, это политическая задача дороги и ямы. Действительно, в России дороги и ямы всегда были политической задачей, а вовсе не технической или, не дай бог, коммунальной. У нас дороги делаются для выборов, у нас дороги делаются для общественного мнения, вовсе не для того, чтобы по ним ездить. Потому что ровно в тот момент, когда общественное мнение меняется в лучшую сторону по поводу новых дорог, эти дороги разваливаются и снова требуют ремонта. В общем, конечно, разгром вот этого блока Киреев, Мухаммедьянов и попавший под раздачу Мустафин опять был колоссальным. Пауза в критике, которая была регулярной на оперативках, видимо, закончилась. Опять, значит, мы увидели вот такой разгром. Я, честно говоря, не понимаю, как дальше быть Хабирову с этой группой людей, потому что, ну, подвергшись вот такой критике, которую он им выдал, в принципе, как дальше работать, я не понимаю. То есть они опять воспрянуты с пепла, опять через неделю расскажут, что вот все то, что было так ужасно и абсолютно безысходно описано Хабировым сейчас, оказывается, через недельку-другую будет исполнено и сделано. То есть они только на вот этих вот кончиках кнута, что ли, работают, я не понимаю. То есть говорят, что Бог Троицу любит, конечно, но в данном случае, по-моему, третьего захода уже не обязательно нужно делать, тем более, что у Киреева он уже четвертый, пятый, там, или десятый, я уж не помню. Но были и радостные новости и темы этой оперативки. Хабиров прямо весь засиял и расплылся в момент, когда стали обсуждать итоги концерта, который состоялся 6 марта в Москве. Концерт был посвящен столетию Республики Башкортостан. Вообще я себя словил на мысль, что вот это столетие, оно, ну, действительно, это значимая цифра, ну, начиная с того, что она круглая, да, сто лет, это вообще очень символично, как-то незаметно проходит в Башкирии, незаметно проходит в информационном пространстве. Совершенно об этом не говорят вообще, то есть никаких приуроченных тематических статей, там, не знаю, ну, там, столетие медицины, сто лет медицины в Башкирии, сто лет, там, я не знаю, там, геологоразведки, что за сто лет случилось там в кинематографе, что за сто лет случилось в театре, еще что-нибудь. То есть вот таких вот штук, таких вот обычных тематических явлений, которые всегда привязываются гроздьями к такому большому юбилею, и вообще, ну, и правильно, что делают, это, как бы, хороший повод поговорить, этого вообще нигде нет. И вот то, что Хабиров заговорил о столетии, там, вот этом концерте на оперативке, это меня даже как-то удивило. Ну, Хабиров был очень доволен, он поблагодарил за организацию этого концерта адресно Шафикову, Баширова и Тажетинову почему-то, ну, видимо, Тажетинов там, ну, я не думаю, что он пел, но, наверное, может быть, Курай подносил из-за кулис туда. Ну, в общем, принял непосредственно участие в организации концерта в Москве. Хабиров напомнил, что 23 марта главное заседание к 100-летию Республики Башкортостан, и оно пройдет уже, естественно, в Уфе. Так и остается пока загадкой, приедет ли Путин 23 марта в Уфу, но в любом случае надо готовиться всем, кто хочет с ним пообщаться или хотя бы его увидеть. Хабиров, кстати говоря, не сообщил об этом на оперативке, но это и не в традициях, потому что Федеральная служба охраны тщательно держит в секрете все вот эти планы нашего верховного главнокомандующего. В общем-то, рассыпавшись в благодарностях по поводу вот этого удавшегося концерта в Москве, Хабиров позволил себе немножко даже так пофилософствовать на тему 100-летия, цитирую, «Мы перевернули страницу, вошли во второе столетие Республики, и после небольшой паузы Хабирова вдруг опять унесло в прошлое. А вы, — обратился он опять к Мухаммедьянову Кирееву, — не слышите моих прямых указаний, саботируете их». Повернувшись к Баширову, Хабиров, видимо, забыл, то, что он говорит про столетие, опять о насущном, Баширову усилить работу контрольного управления. Я в ноябре ставил задачу. Что с закупкой поливальной техники, — обратился Хабиров к Кирееву. Вот этот внезапный переход с такого благостного обсуждения вот этого концерта столетия опять к этой технике. Значит, Кирееву, что с поливочной техникой? Киреев там как-то так в полголоса. «Занимаемся до 18 марта, план готовим, закупок». Обращу внимание, план закупок, но еще даже не конкурсов. Ну, не будет у нас этой поливальной техники, это понятно. И вот это, когда я слышу из уст чиновника «занимаемся», это переводится на русский язык «ничего не делаем». Вот эта вот эмоциональность Хабирова, которую он проявляет на оперативках, она, честно говоря, трогает меня до глубины души. В каком смысле? Во-первых, я вижу, что человек действительно страдает. Это очевидно. Страдает он от неисполнения собственных поручений. Страдает он от того, что его элементарно не понимают, чего он хочет. Страдает он от того, что подавляющее большинство людей, которые присутствуют на этих оперативках, не разделяют его задач, именно которые касаются сентября, я имею в виду выбранных процессов, совершенно не ценят ту важность, которую уделяет и которую придает этим процессам Хабиров. Хабиров, в общем, я констатирую ситуацию, что он-то как раз беспокоится за это все. И, собственно, за что он беспокоится? Он беспокоится за тот визуальный результат, который должен быть сейчас показан, достигнут и предъявлен широкой публике. А эти граждане, они в большинстве своем вообще не привыкли работать в подобном режиме. Какая-то часть из них просто не понимает, о чем идет речь. Кто-то не способен. Ну, по моим субъективным оценкам, скажем, Киреев просто не способен работать на том посту, на котором он работает. Мухаммедьянов излишне увязан со своими московскими хозяевами и не в состоянии отказаться от их обязательств, которые он перед ними имеет, от тех, значит, уже процессов, которые запущены. Многие из присутствующих в этих совещаниях, конечно, занимают не свое место. Ну, Хабиров, наверное, со временем это поймет. Однако до сентября месяца они еще много раз расстроят свое начальство. Ну, а мы будем на это все смотреть со стороны фактически, через экраны мониторов и будем анализировать все это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова